чтобы сделать хлеб это настолько интересный сложный продукт а сложность заключается в том что у него всего несколько ингредиентов это мука это вода это соль то есть это вот эти три ингредиента которые и делают нашу буханку делает наш наш хлеб возникает также микроорганизмы то есть чтобы хлеб поднялся нужно чтобы там микроорганизмы сделали свое дело и подняли вот мы называем это эти микроорганизмы дрожжами дрожжи бывают разных видов они бывают уже индустриальные готовые применению а есть дрожжи которые мы выращиваем сами то есть которые дикие которые находятся в диком состоянии в природе и больше всего их находят они находятся на яблоках поэтому чтобы создать закваску я взял поехал в горы и в горах собрал яблоки то есть они должны быть чистые не должны быть экологически чистые это были дикие яблони вот чтобы с них взять те микроорганизмы которые мне нужны то есть это и лактобактерии и это те же дикие дрожжи и начинаю их выращивать как я их выращиваю это вода это мука то есть мы даем им пищу мы даем им воду и соответственно температуру в таком случае микроорганизмы они развиваются это космос который позволяет продукту быть уникальным две одинаковые закваски не существует у каждый пекарь сделает свою каждый пекарь будет иметь подпись где у него будет отличаться вкус у него будет отличаться качество вот благодаря его закваски чтобы микроорганизмы существовали нужно три компонента если один из компонентов убрать они просто не могут жить либо они не могут регенерироваться это вода это пища как люди не должны питаться и эта температура то есть если вы положите продукт в морозильник либо в холодильник микроорганизмы прекращать свою деятельность полностью при минус 18 и замедляет свою деятельность при плюс 4 то есть в холодильнике поэтому когда мы делаем закваску мы им даем самые лучшие условия мы даем им возможность развиваться при 28 градусов это там где они лучше всего себя чувствует какая польза в микроорганизмах вот допустим у нас есть молочные продукты и нам нравится просто кваша нам нравится сметана это все результат жизнедеятельности микроорганизмов они полезны и в нашем случае в хлебе микроорганизмы нейтрализует фитиновую кислоту которая очень вредна для нас которая в натуральном виде находится и на злаковых и на овощах и к сожалению фитиновая кислота она выводит из нашего организма минеральные вещества как цинк медь олова и много других минеральных веществ то есть происходит деминерализация организма чтобы ее предотвратить и вступает в силу наши наши скажем так микроорганизмы которые ее нейтрализуют они способны ее расщепить даже был научный факт когда провели исследование французы они предоставили возможность людям поесть черный хлеб не на закваске то есть быстрого приготовления с многим количеством злаковых то есть это был полноценный хлеб и дали попробовать белый хлеб который был сделан на закваске изначально если посмотреть эти два продукта в черном хлебе было больше минеральных веществ естественно там все злаковые присутствовали в обычном хлебе было меньше и когда проверили после принятия в пищу этих двух продуктов люди которые покушали черный хлеб у них прошла произошла день деминерализация то есть фитиновая кислота присутствующая в черном хлебе не только вывела из организма но и те которые были в самом хлебе они не были усвоены а там где было меньше минеральных веществ то есть в хлебе на закваске наоборот было усвоение минеральных веществ потому что как раз эта кислота была нейтрализована об этом сейчас еще мало говорят но уже есть много источников интересных которые об этом пишут и это немаловажно